Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро! Сегодня самое то настоящее утро, когда нужно начинать его с растяжки. Итак, мы приступаем. Исходное положение ноги шире плечи. Принимаем легкие выпады с ноги на ногу. 5, 4, 3, 2, 1. И делаем выпад в сторону одной из ног. Как можно глубже, отводя ножку в сторону. Плужините вниз. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. Разворачиваемся в сторону. Обратите внимание, что задняя нога на носочке. Отправляем руки вверх. Выдвинемся. Обратите внимание, спина проблата. И еще. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем руки до параллели со стопой. И выпрямляем колено. Тянемся грудью как можно ниже. Стараясь задеть грудью колено. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. Внимание. Переходим в выпад. Руки через центр. Тянемся вниз. Грудью вниз. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. И переходим на выпад в другой ноге. Все. Все. Разворачиваемся в сторону. Руки вверх. И тянемся. 5, 4, 3, 2, 1. Внимание. Руки до параллели со стопой. Выпрямляем наши колено. И тянемся грудью. 5, 4, 3, 2, 1. Снова выпад. И перемещаемся в центр. Тянем таз вниз. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. И внимание. Отрываем носочки. Руками делаем шаги назад. И фиксируем все в этом положении. 5, 4, 3, 2, 1. Шаг вперед руками. И медленно собираем носочки. Будьте аккуратны. Ноги хорошо растянуты. И никаких резких движений. И внимание. Примите сходное положение. Ножки слегка сохнуты. Охватите их сзади. И закрепляйте спинку. Еще. 3, 2, 1. Выпрямляем. И поднимаемся на носок. 5, 4, 3, 2, 1. И переходим к растяжке верхней части нашего тела. Начнем с грудных мышц. Обходите себя левой рукой, а правую тяните назад. При этом старайтесь корпусу смотреть прямо. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли. И 5, 4, 3, 2, 1. Внимание. Ручки в замок. Пальчики смотрят на нас. И продолжаем округлять нашу спинку. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. Тянем руки вверх до линии ушей. И словно нас держат за руки и тянем к потолку. Еще. 5, 4, 3, 2, 1. Тянем руки. Обхватили их сзади. И тянем. Сводим лопатки и стараемся поднять руки как можно выше. 10, 10, 10, 4, 3, 2, 1. Стряхнули ручки. Внимание, гнигники вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И заключительный вдох. И выдох. Спасибо за внимание. Сегодня 24 число, 8 месяца. И рубрика «Этот день» уже приготовила нам всю информацию, которая касается этого числа. Итак, дорогие телезрители, если вы хотите узнать, что интересного происходило в разные периоды нашей истории 24 августа, а также дни рождения знаменитых людей и, конечно, именины, то смотрим внимательно следующую рубрику. Доброе утро, друзья. Сегодня 24 августа. В Украине отмечается День независимости. В Кыргызстане – День внутренних войск МВД. А в США – необычный праздник – Национальный день Вафель. В 79 году в этот день было извержение вулкана Везувия, которое уничтожило города Помпеи и Геркуланум. В 1572 году в Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами. Это впоследствии назвали «Врафламеевская ночь». В 1853 году придумали необычный праздник – День рождения чипсов. В 1991 году Украина поразгласила свою независимость. Именины у Александра, Василия, Макара, Максима, Марии, Федора и Ивана. Не забудьте поздравить своих родных и близких. Любые вафли, пожалуй, напоминают нам детство, особенно если они домашнего приготовления. Сегодня в США отмечается Национальный день Вафель. И прямо сейчас мы предлагаем посмотреть сюжет на эту тему. Сегодня в Америке любители сладкого отметят Национальный день Вафель. Впрочем, существует целых два праздника в честь этого десерта. Кроме американского, есть еще и Международный день Вафель. Отмечается 25 марта. Чем же отличается американское лакомство? Эти вафли не хрустящие пластинки, к которым мы привыкли, а небольшие оладьи, которые готовятся в специальной двойной сковороде. Вафельницы, и которые имеют ярко выраженный узор в виде сот, их выпекают из особого теста, приготовленного на гашеной соде. Тогда как в рецепт других стран используется тесто на дрожжах. Еще одна вкусность стала главной темой нашего следующего сюжета. Мы расскажем о дне рождения чипсов. Как бы много плохого о них не говорили, мы все равно продолжаем с удовольствием их употреблять, потому что это вкусно. Итак, смотрим о дне рождения чипсов. 24 августа 1853 года Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана Приотели в штате Нью-Йорк, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре чипсы завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. А сейчас мы поделимся маленьким секретиком. Мы расскажем, как приготовить компот, чтобы он был прозрачным, вкусным и сохранил максимум витаминов. Итак, дорогие хозяйки, вам на заметку, ну и, конечно, вашим домочадцам на здоровье. Золотые правила компота. Фрукты и ягоды бросать только в кипящую воду. После закипания огонь нужно уменьшить до легкого кипения компота. На 3 литра кастрюли залить 2,5 литра воды и половина литра ягод или фруктов. На 3 литра компота 100 грамм сахара. Если ягоды очень сладкие, можно и поменьше. Чтобы компот сохранил яркий цвет, добавьте лимонной кислоты на кончике ножа. Компот из ягод и быстро развариваемых фруктов, персик, абрикос, варить после закипания 5-7 минут. А компот из фруктов, яблоки или сливы, варить 10-15 минут. Сахар добавлять только после того, как компот снят с огня. Меня очень вдохновляют маркетологи, потому что они порой придумывают такие интересные ходы, что невозможно устоять от покупки той или иной продукции. Прямо сейчас мы расскажем о постели с эффектом 3D. Что же там такого интересно объемного, вы узнаете из следующего сюжета. Кажется, что современного человека уже ничем не удивишь. Но нет. Производители разных отраслей периодически представляют нашему взгляду что-то оригинальное, новое. И одним из таких удивительных и необычайно красивых новшеств является постельное белье с реалистичным эффектом 3D. Совсем недавно дизайнеры текстиля и постельного белья создали столь удивительную и красивейшую вещь. За короткий промежуток времени это произведение дизайнеров стремительно стало популярным. Несмотря на столь оригинальный и даже фантастический рисунок, в производстве этого белья нет ничего особенного и необычного. Секрет в том, что производители замечательного постельного белья с 3D используют сатин очень хорошего качества, из которого впоследствии шьются наволочки, пододеяльники и простыни. В основном для изготовления такого белья используется стопроцентный хлопок. Можно заменить его особым египетским хлопком. Для создания необычной красоты рисунков на постельных принадлежностях специалистами используются специальные технологии фотопечати, в результате которых и получаются изображения с эффектом 3D. Краска накладывается на ткань специальным образом. Происходит чередование светлых и темных оттенков, благодаря которым изображенные на постельном белье прекрасные цветы, животные или природа кажутся нам живыми и будто возлежащими на вашем диване. Изображенные рисунки кажутся настолько реалистичными, что у вас возникает желание подойти и погладить сидящую на кровати кошку, гепарда или понюхать красиво распустившуюся магнолию. А за счет оригинального переплетения волокон ткани постельное белье обладает поразительно влагой и воздухопроницаемостью. Также оно удивительно мягкое и приятное на ощупь. А сейчас мы расскажем, чем эффективно почистить холодильник. Наверное, перебирать холодильник – это одно из самых нелюбимых занятий любой хозяйки, потому что это очень долго, нудно, ну и, конечно, ароматы порой из холодильника доносятся не самые привлекающие. Но мы расскажем, как приятно, быстро, а самое главное – эффективно очистить ваш холодильный шкаф. Холодильник внутри очень хорошо очищается раствором соды или чистящего порошка. Возьмите 2 столовые ложки соды или чистящего порошка на половину литра воды. Нанесите на поверхность внутри и протрите. Свежесть и чистота гарантированы. Кто сказал, что сладости могут быть только вредными? Мы, например, нашли полезные сладости. Если вы относитесь к сладкоежкам, то это немного успокоит вашу совесть. Внимательно смотрим следующий сюжет и кушаем сладкое на здоровье. Черный шоколад. Придется забыть об удивительном вкусе молочного шоколада и полюбить горький. В нем немного калорий, зато уйма других полезных веществ, таких как антиоксиданты, флавоноиды, которые заботятся о капиллярах и оказывают седативное действие. Кальций, белок, железо, магний и витамины. Зефир. Гораздо менее калориен, чем большинство сладостей. Содержит много железа и фосфора, а также белков, которые укрепляют мышечную ткань. Мармелад. Полезен прежде всего благодаря натуральному компоненту – пектину, который придает ему желеобразную форму. Пектин снижает уровень холестерина, выводит токсины и нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в нем не так уж много калорий. Мед. Содержит столько же калорий, сколько и сахар. Однако он гораздо слаще, потому и нужно его меньше. Например, если вы привыкли класть в чай две ложки сахара, то заменив его медом, можно вполне обойтись и одной. Кроме того, в меде находятся необходимые организму витамины, минералы и аминокислоты. В 100 граммов меда находится суточная норма магния, марганца и железа. Очистить трудновыводимые пятна крови теперь поможет обыкновенная перекись водорода. Через несколько мгновений мы расскажем, как правильно использовать этот метод, и вы увидите воочию, как хорошо он справляется с пятнами крови. Следы от крови с одежды можно легко удалить с помощью перекиси водорода. Его необходимо просто нанести непосредственно на пятно. Вы сразу увидите реакцию, шипение. Подождать необходимо где-то минуту, а затем смыть водой комнатной температуры. Если пятно застарелое, то повторить процедуру, пока пятно не исчезнет. На цветных тканях перекись не советуем использовать, так как вместе с кровью смоется и краска. И нашу программу сегодня завершит рубрика, в которой ветеринар рассказывает подробно о всех нюансах ухода с домашними животными. Прямо сейчас он ответит на еще один интересующий вопрос. Ежедневный осмотр и еженедельная профилактическая обработка. В летнее время глазки и уши чистить нужно желательно каждый день. Особенно это относится к породам с висячими ушками. Они склонны к отитам чаще, чем собаки с открытой ушной раковиной. Глазки у животных брахицефальных пород, таких как пикинессы, мопсы, французские бульдожки, нужно очистить и капать каждый день. В летнее время, в зимнее, ну хотя бы два раза в неделю. У других пород с более длинной мордой, ну по мере загрязнения, конечно, не запускать. Когти стрижем по мере их отрастания. В среднем где-то раз в полтора-два месяца это стрижется. Вот в летнее время, если собака гуляет, она в нормальное количество времени гуляет, она когти стачивает, а твердый грунт об асфальте самостоятельно. То есть в стрижке когтей собака не нуждается. Вот приводят животное на прием, и врач может сразу увидеть, достаточно гуляет собака или нет. То есть по степени стачивания когтей. А в зимнее время, конечно, стачить негде, соответственно, хозяин должен подстригать. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. А я еще раз напоминаю, что на календаре у нас 24 августа, понедельник. Отправляемся на работу с прекрасным настроением и, конечно, с улыбкой на лице, несмотря на все вокруг происходящее. Самое главное – сохранить чувство бодрости и, конечно, духа. Всем отличного настроения, легкого понедельника. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»